Кошмар. Ольга Курносова подключается к нашему эфиру, глава секретариата Съезда народных депутатов, политический аналитик. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Зачем кремлевская власть из педофилов лепит звезд телевидения и людей, как вот, прям цитирую, которые вносят положительные коррективы в воспитание девочки? Вот так вот прозвучало, если я не ошибаюсь, в одном из телешоу. Ну, в ситуации, когда во главе страны находится маньяк и военный преступник, и, возможно, сам, который является педофилом, ничего удивительного в этом нет. На фоне вот этих так называемых героев войны, видимо, Путин чувствует себя, ну, как-то более уверенным в себе. Маньяк-маньяк у глаз не выклюет. Ну, вот тут есть еще интересный пример. Мигрант, сидящий за сексуальное насилие, стал вагдеровцем и ушел на войну. Об этом пишут СМИ. Вернувшись, он познакомился с 14-летней девочкой, дочерью другого участника войны. Изнасиловал, запугал подростка, чтобы молчал, а теперь из-под ареста снова просится на войну. То есть мы видим, что с каждым месяцем происходит такого все больше и больше. И хуже того, люди, которые совершают такие преступления, как изнасилование малолетних, совращение малолетних, они просятся опять на войну, как на искупление. Ну, как искупление, как на возможность освободиться от ответственности в реальном мире. И как вы думаете, может ли такая система действительно заработать в огромных масштабах? И как долго она может работать? Ну, долго она работать не может, скажем так, бесконечно долго она точно не может работать. А то, что она уже работает в таких достаточно серьезных масштабах, мы это видим, потому что количество сообщений о таких преступлениях, оно уже зашкаливает. И это, конечно, очень сильное влияние оказывает на людей, на обычных людей, потому что им становится просто страшно жить. Все время возвращаются эти преступники, и они продолжают совершать преступления уже в тех городах, где часто они и раньше совершали преступления, где ходят родители их предыдущих жертв, которые просто после этого не могут спокойно спать и жить. И вот это, конечно, одно из тех обстоятельств, которые подрывают власть сегодня в России. И это одно из тех условий, возможно, будущей революции, которые мы сегодня наблюдаем. Мы, кстати, с вами обсуждали, что Путин пытается собрать такую некую показательную оберточную элиту из военных преступников. Но тут вот есть такие персонажи, которых он лично отпускал на войну с Украиной, и недавно одного из них ранили. К сожалению, не смертельно. Сейчас объясню, почему. Потому что это каннибал, зовут его Дмитрий Малышев. На 17 лет раньше, чем он должен был отсидеть, Путин его освободил и отправил на войну. Я напомню нашей аудитории. 36-летний людоед был заключен на 25 лет за убийство трех человек. Он жестко убил двух бизнесменов из автоматического оружия. После Малышев расчленил 46-летнего мигранта, снял весь процесс на видео, как он, ну, внимание, жарит и ест сердце мужчины с травами и овощами. Вот он комментировал это все, мы это не можем показать. Жарим человечину, вот оно сердце, я уже лучок добавил. Ну, короче, сумасшедший абсолютно на всю голову больной психопат. Вот. Каким образом вообще это все может сейчас, я не знаю, ну, как-то не попадать в новости Российской Федерации? Как вообще люди к этому относятся, что, ну, вот таких людей Путин отпускает, и они могут вернуться назад, если им удастся выжить? А, например, он просто ранен, он не двухсотый. Ну, собственно, ничего. Там что-то со звуком, наверное, у меня, да? Сейчас, секунду. Я вас отлично слышу. Нормально уже. А, все хорошо. Ничего удивительного, опять-таки, в этом нет, потому что, когда страна просто уже становится неуправляемой, а сегодняшняя Россия неуправляема, мы видим, что просто обо всеуслышивания президента Республики Чечня Рамзан Кадыров говорит о том, что он объявляет кромную месть сенатору на минуточку и двум депутатам Государственной Думы, и после этого ничего не происходит. То есть никакой председатель Следственного комитета Бастрыкин не возбуждает уголовное дело за приготовление к убийству. Вообще никто ничего не говорит. «Тише да гладь, да божья благодать». Единственное, федеральные каналы переводят на русский эту самую речь Рамзана Кадырова, и вот от этого мы про это узнаем. Но это означает, что власти сегодня в России просто нет, никакой вертикали нет, никакие суды не работают. Поэтому, ну, если можно конкретным чиновникам угрожать убийством посредством кроватистики какой-то средневековой, то есть нарушая уголовное законодательство другим чиновникам, ну, чё ж там людоед-то? Людоед – это уж так, собственно, побочные какие-то влияния. Ну, достаточно ярко характеризующие сегодняшнюю ситуацию в России. Вот вы затронули эту тему, давайте её продолжим. Есть обновление, да, после этой кровной мести в адрес Керимова и двух российских депутатов. Ну, Керим – это сенатор Дагестана, и глава Дагестана выступил в его защиту. И постоянно видео выходят с различными сотрудниками больницы, каких-то семи участников СВО, которым якобы Керимов помогает. Ну, в общем, впряглись за него очень серьёзно. И он сказал в видеообращении, что ни в коем случае не посягал на жизнь Кадырова. Тут более того, Керимову на фоне этих угроз присвоили звание «Почётный гражданин Дагестана номер один». Ну, в общем, такое впечатление, что скоро ему памятники начнут ставить, только чтобы Кадыров ему кровно не мстил. Как вы думаете, чем эта история продолжится? Будет ли какая-то развязка у этой всей завязки на данный момент? Неудивительно, что его поддерживает, собственно, глава республик. Ну, просто давайте вспомним, что всю эту самую сделку по-разному. Кто-то говорит, что это рейдерский захват, кто-то говорит, что это недружественное соединение. В любом случае, эту сделку одобрил сам глава кремлёвской администрации тайно. И по слухам благословил её путь. То есть какова должна быть сила Кадырова, который на всё это наплевал и сказал, а что это вы открыли рот-то? Я уже... Это моё. И отдавайте это мне. Какой там Сулейман Керимов? Что он тут себе на мой кусок раздевает рот? И, я напоминаю, устроил стрельбу в центре Москвы. А сейчас, конечно, уж там пытаются как-то спасти Керимова, потому что если сейчас в результате Керимова убьют, то придётся как-то реагировать. А как он может прореагировать, если, как мы уже говорили, непонятно, что будет происходить в стране, где уже непонятно, на чём может быть путинская власть? И на кого он может рассчитывать? На Золотова с его Росгвардии и на чеченских боевиков, наверное, только на них. Вы знаете, тут интересно читаю о том, что бывшая пресс-служба Пригожина, того самого Пригожина, который когда-то не дошёл до Москвы более года назад, сообщила о ликвидации активов медиагруппы «Патриота», о которой говорили тоже все, что супергруппа, которая выросла, по сути, из небольшой фабрики троллей. Канал «Кепка Пригожина», который раньше выполнял роль пресс-службы, опального предпринимателя, сообщил о закрытии фирм, которые ранее входили. Они говорят, что это был увлекательный проект с нуля, выросший в лучший русский медиахолдинг, через «Школу Патриота» прошло множество специалистов. Ну, короче, спасибо маме и папе, спасибо Пригожину, такие реляции. Ну вот, получается, история главы Чивука Вагнера и закончилась, можно сказать, уже и медийно полностью. Для чего, кстати, ликвидируют, как вы думаете, остатки каких-то активов? Ну да, закончилась, потому что никто не смог стать реальным наследником Пригожина. Понятно, что вроде как и Чивука Вагнера был, и вроде как еще какие-то медийные активы оставались, но Пригожина не было. И вот тем наследникам, не то, что формально юридически унаследовал сын, а наследникам, в широком смысле этого слова, политическим наследникам Пригожина, никто не смог стать. И тоже понятно, почему все по тому же. Пригожинский марш показал, насколько слаб Путин. Пригожинский марш показал, что на самом деле никто не готов выйти этого самого Путина защищать. Пригожинский марш настолько напугал Кремль, что, конечно, нужно было и самого Пригожина убивать, и зачищать вообще все, что от него осталось. И в принципе Пригожинский марш показал, что именно такой силовой вариант свершения Путина, он самый, что ни на есть, реальный. И вот именно поэтому Путин готов целовать Коран и клясться в преданности Кадырову, потому что сегодня Кадыров Путину нужен больше, чем Путин Кадырову. Тут интересный еще указ по Омской области, региональный, я так понимаю, был подписан. И так, там запрещают работать в семи отраслях мигрантам. Вот недавно же тоже Кадыров критиковал это в законодательство, которое меняют. Значит, с 1 марта следующего года трудовые мигранты в Омской области потеряют право работать в сферах торговли, охоты, производства лекарств и в соцуслугах, и пассажирских перевозках. Об этом заявил губернатор. На данный момент ограничения, подобные по трудоустройству, для мигрантов финансировала, либо ввела уже треть российских регионов. Вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть ужесточают правила. Ну, понятно, если там, например, в соцуслугах тут еще что-то можно, не знаю, как-то это, если не объяснить, то хотя бы прикинуть, то сфера торговли, ну это как бы, извините, это то, зачем они едут, в принципе, как это без сферы торговли. Почему это вводят? Почему запрещают? Ну, это означает, что слишком сильны антимигрантские настроения, и те, кто монополизируют или делят сферу торговли там, в Омской области, не хотят, чтобы там появлялись мигранты. Видимо, они считают, что у них своих торговцев достаточно для того, чтобы эту сферу контролировать. И не знаю, насколько долго это продержится, но то, что сегодня в России антимигрантские настроения сильны, как никогда, это совершенно точно. И, кстати, обратим внимание на то, что начавшийся 1 октября призыв на срочную службу, он касается в том числе иммигрантов, потому что те рейды и облавы, которые начались, они идут в Петербурге и в Москве, например, в мечети или в торговом центре Синная, где многих торговцев забирали прямо из их рабочих мест, оставляя их, что называется, холодильники или прилавки пустыми. «Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь». Вот опять-таки будет в Казани происходить встреча в рамках БРИКС, и что интересно пишут местные издания казанские, со ссылкой на свои источники. Значит, студентам одного из техникума и рабочих, короче говоря, которые могут передвигаться на старых автомобилях, предложили добираться до работы общественным транспортом во время этого саммита, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше во дворах. Неизвестно, было ли это указание сверху, это личная инициатива руководства предприятий, но, в общем, такая история. Да, ну, забавно. На кого Путин хочет произвести впечатление? Для него действительно важно, получается, то, какую Казань увидят гости? Ну, конечно, важно, но мне очень забавно, когда говорят, надо передвигаться на общественном транспорте, при этом общественный транспорт будет стоять в многочасовых пробках, пока будут съезжаться и разъезжаться гости, как это обычно бывает в России, это вам не Европа, и уж если какие-то гости куда-то едут, значит, вообще лучше из города уезжать и отсиживаться где-нибудь на даче или в другом городе. То, что в Казани будет в эти дни невозможно работать, это уж точно. Ну, а почему? Да, конечно, собственно, пытается Путин сделать вид, что ничего не происходит, что по-прежнему в Россию приезжают, по-прежнему Россия может проводить какие-то мероприятия после того позора, который был на Санкт-Петербургском экономическом форуме, но вот пытаются показать хотя бы, что на саммит БРИКС кто-то приехал. Да, ну, тут, знаете, что вот интересно, получается, что там будет Бразилия, ну, понятно, Индия, Китай, Южная Африка. В прошлом году к саммиту БРИКС присоединялись Иран, Эмираты, Эфиопия и Египет. Как вы думаете, кстати, какая задача основная стоит сейчас для Путина в проведении этого саммита, это экономические вопросы, политические вопросы, вот какие у него, не знаю, топ-2 вопроса стоят на повестке лично для него? Для него, конечно, важный вопрос попытаться как-то продавить какую-то альтернативу украинской форме Миллера, да, мы знаем про инициативу Китая и Бразилии, ну, и как-то, чтобы ее поддержал более широкий круг стран. Это политическая повестка, но есть, конечно же, и повестка экономическая. Главная экономическая задача – это попытаться сформировать другой геополитический полюс, да, чтобы появилась новая резервная валюта и чтобы каким-то образом пошатнуть экономическую гегемонию США на мировых рынках. Вот это основная экономическая задача, и надо сказать, что она достаточно близка к своему решению. Об этом много говорит кандидат президента Дональд Трамп, и он предоставляет, что если не предпринимает срочные меры, то эта задача вполне в близкой перспективе может быть решена. Да, очень хочется на самом деле, ну, ведь и российская пропаганда заявляет, что это некая альтернатива геополитической группе стран G7, так называемой, да, которая уже не принимает участие Россия, поэтому хочется, чтобы Трамп и все, кто вообще считает, что с Россией есть о чем договариваться, внимательно присмотрелись вообще к сути и тезисам, которые будут там звучать в Казани. Ольга, вам спасибо за участие в эфире. Ольга Курносова, глава секретариата Съезда народных депутатов, политический аналитик, была в эфире Украины сегодня. Спасибо вам. Всего хорошего.